Мы продолжаем рассказывать вам об изменениях в законодательстве, вступивших в силу с 1 января 2017 года. Теперь получение госуслуг в электронном виде стало дешевле. С 1 января 2017 года вступили в силу изменения и в Налоговом кодексе Российской Федерации, в соответствии с которыми госуслуги, оформленные в электронном виде, стали дешевле на 30%. Данные изменения коснулись и отдела по вопросам миграции, отдела МВД России по Славенскому району. Семь федеральных услуг, которые предоставляют данные ведомства в электронном виде, теперь можно получить с учётом скидки при оплате госпошлины. В частности, стоимость госуслуги снизится на треть при выдаче паспорта гражданина, оформлении загранпаспорта, постановке на учёт по месту пребывания или жительства. Также преимущество действует и при регистрации по месту жительства, по месту пребывания, когда граждане будут обращаться через единый портал, даже сотрудники их будут приглашать, им не надо будет сидеть в очереди, то есть они получили информацию, какие документы необходимо принести, прибыли к нам, обслуживаются они вне очереди, то есть независимо от количества граждан, находящихся в очереди в живой, мы их вызываем, назначаем время, они в это время приходят и подают документы, получая государственную услугу. Преимущество обращения граждан через единый портал государственных и муниципальных услуг очевидно. Славянцы могут как самостоятельно зарегистрироваться на сайте и получить нужную услугу, так и обратиться за помощью в многофункциональный центр. Надежда Калинина, Александр Косицын, программа «События».